МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, в каждой семье традиционно хранится альбом с фотографиями всех членов семьи и родственников. И неудивительно, ведь каждому из нас хочется помнить интересные факты семейной истории, знать о выдающихся предках и о своём происхождении. Однако семейный альбом способен раскрыть не так уж много захватывающих фактов. Гораздо более полную картину даёт генеалогическое древо, которое рассказывает о том, кем были ваши далёкие прадеды. Среди них вполне могут быть выдающиеся полководцы, учёные, поэты, князья или просто люди с неординарным характером и судьбой. Сегодня составление родословной невероятно популярно. Всё больше людей стремятся выяснить, кем же были их предки. Для этого они либо рассматривают пыльные архивы самостоятельно, либо отдают разумные деньги специалистам, которые восстанавливают родословное древо быстро и без хлопот. Однако наш сегодняшний герой предпочёл первый вариант, и большую часть своей жизни он посвящает поискам своей родословной. Знакомьтесь, Андрей Викторович Дуглас, выпускник школы номер 8 города Якутска, окончил Томский институт автоматизированных систем управления по специальности инженер-электроник. Работал в Якутск-энерго. Андрей Дуглас — разносторонняя личность. С юности увлекается фотографией. Являясь одним из основателей дельтапланиризма в Якутии, участвовал во многих всероссийских соревнованиях дельтапланиристов. Сегодня он проживает в Канаде, городе Ванкувер. Андрей Викторович признаётся, что переехать за границу его заставило и стремление опознать новое, и потребность самореализации. Но всё-таки главным было желание принадлежать всему миру, а не отдельной стране. Тем не менее, именно на расстоянии Андрей почувствовал острую связь с родственниками, что и побудило его в конечном итоге сделать свою родословную. В 90-х годах я заинтересовался родословными своих предков. Начал, конечно, с семейного альбома, расспрашивать у отца, у матери, а кто это, а это кто, а это кто. Хотя я многих, конечно, знал ещё в то время. Я, в общем-то, застал поколение своих бабушек и дедушек. Ну, а потом всё больше и больше, а это кто, а это кто, а у кого есть ещё фотографии, а вот покажите. А потом, когда появилась возможность уже их сканировать, ну, когда, собственно, техника подошла к этому уровню, да, я их начал сканировать, собирать, коллекционировать, систематизировать, описывать, показывать другим людям. Всё это расширялось, расширялось, расширялось. Вот, и вместе с тем появилась уже потребность не только фотографии собирать, а, в общем-то, все эти родственные связи между собой устанавливать, их как-то там записывать. Вот. Процесс сбора информации следует начинать с опроса своих близких родственников. Генеалогическое дерево может содержать любую информацию о ваших предках, но самые основные данные – это, конечно же, фамилия, имя, отчество родственника, его пол, дата рождения и степень родства. Любые подробности могут пригодиться для дальнейших поисков. Действуя таким образом, вы сможете восстановить своё дерево на четыре, а то и более поколений вглубь. Когда вы начнёте оформлять древо графически, вам следует учесть, что оно растёт не столько в высоту, сколько в ширину. Чтобы составить объективную картину данных, необходимо провести анализ архивных документов, хранящихся в семье. Для этого подойдут письма, дневники, фотографии, свидетельства о рождении, браке, дипломы, трудовые книжки. Изучение старых семейных бумаг при внимательном рассмотрении поможет получить информацию о том, кем были и как жили ближайшие предки. На первых порах большинство из перечисленных пунктов останутся пустыми и невыясненными. Однако со временем в вашей родословной станет значительно меньше белых пятен, и каждая из персон понемногу будет приобретать свой неповторимый биографический облик. Кстати, для более лёгкого восприятия блоки, куда вы вписываете имена, можно распределить по форме и цвету. В условиях крайнего информационного дефицита, в которых приходится работать исследователю, даже самая незначительная на первый взгляд информация может стать ключом к биографическому открытию, а значит, и к следующему шагу в поиске своих корней. Стал искать в интернете программы, с помощью которых строятся вот эти генеалогические деревья. Они мне все не понравились. Я написал свою программу, которую и пользуюсь сейчас. Она для, так сказать, в такой работающей версии бесплатная, можно пользоваться, составлять, в общем-то, деревья любой сложности. Я уже уверен, что в биографии, ну, в смысле, в родословной любого человека есть люди такие очень интересные, значимые, как бы, которые на слуху, на виду. Вот, это однозначно. Кто-нибудь как-нибудь всё равно зацепил любую родословную. Так, по крайней мере, оказывается. Так оказалось и у Андрея Викторовича. Он своим кропотливым трудом распутал клубок родственных связей до нескольких поколений. Ну, вот, классически, до Восьмого колена, как говорят, мне удалось установить по линии своих предков, священников поповых. Вот, иркутские священники, которые постепенно через, значит, полений спускались вниз, дошли до Покровска, потом до Зашиверска, потом попали в Среднеколымский, на Колымой. На Колыме-то там вот роды встретились, Поповы и Дугласы. По Поповым – восьмое колено, по Дугласам, если считать Дугласов, значит, шотландских Дугласов, то это XII век, то есть неизвестно, какое колено, да? Ну, и по другим тоже так, где-то пятые, шестые колена. Там по Расторгуевым, например, вилейским купцам – это где-то шестое колено. Вилейский купец второй гильдии Николай Алексеевич Расторгуев оказался прадедом Андрея Дугласа по отцовской линии. В роду Расторгуевых есть много людей, имена которых на слуху в нашей республике. Это и кандидат экономических наук Александр Андреевич Кугаевский, и известный промышленник Руслан Юрьевич Шибков, а также художник Юрий Иннокентьевич Ватяков. Андрею Дугласу все они приходятся четвероюродными братьями, так как их прадеды, в свою очередь, являются родными братьями. И все-таки, как Дугласы попали в Россию? Этот вопрос беспокоит Андрея Викторовича много лет. Известно несколько Дугласов, которые оказались в России и пустили свои корни. Среди них упоминается офицер шведской армии Отто Густав Дуглас. Но ни с одной из этих ветвей российских Дугласов связь предков Андрея Дугласа пока не установлена. Поэтому вопрос этот и по сей день остается открытым. Его еще предстоит исследовать. Для этого наш герой и приезжает каждый год в республику, чтобы выведать о своем роде побольше интересных фактов. Знаете, все время встречаешься с людьми, например, с каким-то родственником, он что-то рассказывает, потом говорит, «Ой, слушай, тебе надо найти такую-то бабушку, она там где-то живет, там-то, там-то. Вот у нее надо спросить». Нахожу эту бабушку, иду к ней, она все рассказывает, что знает. Показывает фотографии какие-то, я их там, значит, копирую. Потом она говорит, «Ой, а слушай, там есть такой дедушка, вот он еще больше должен знать». И вот это все, представляете, я обычно, когда бываю здесь в Якутске, к концу моего пребывания, это как лавина такая, мне нужно посетить того-того, того, 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 я не успеваю даже. Как бы самое такое действительно открытие, да, это на Колыме, я побывал на Колыме перед этим в конце августа до середины сентября. Вот, и в Нелемном у своей двоюродной тети я обнаружил ранее неизвестный нам портрет нашего прадеда Генриха Иосифовича Дугласа. Прадед Андрея Дугласа Генрих фон Дуглас родился в селе Проименцы Артитковической волости Полоцкого уезда Витебской губернии. Отец его Иосиф фон Дуглас, мать Михелина, урожденная Черская. Она является родной сестрой географа и исследователя Сибири Ивана Дементьевича Черского. Он, будучи в выпускном классе Виленского дворянского института, принял участие в польском восстании Калиновского в 1863 году. За это он был лишен имения, сослан в Сибирь и зачислен рядовым в батальон, расположенный в Омске. Лишенному тогда правильной научной подготовки, Черскому пришлось самоучкой восполнить пробелы своего образования при крайне неблагоприятных условиях. Здесь, в казармах, он урывками, но страстно и неутомимо учился, найдя поддержку у руководства и некоторых окружающих. После освобождения от военной службы Черский переселился в Иркутск, где провел 15 лет, изучал озеро Байкал. В 1886 году по приглашению Академии наук приехал в Санкт-Петербург для научных занятий. А в 1890 году был направлен Академией начальником научной экспедиции в Восточную Сибирь для исследования рек Яны, Индигирки и Колымы. Позади месяцы пути, исследование бассейнов рек Яна и Индигирка, впереди Колыма. Черский, конечно, не мог знать наверняка, что его ждет, но он предчувствовал, что эта экспедиция станет для него роковой. И он был готов идти вперед, сколько хватит сил, а там будь что будет. Мой прадед Генрих Иосифович Дуглас был, в общем, участником экспедиции Черского. Он был племянником Черского, и тот взял его с собой в экспедицию в качестве стрелка и препаратора. Во время зимовки, значит, в Верхнеколымске он встретил купеческую дочь Екатерину Степановну Попову, влюбился и женился. Любовь была выше крыши. Так он и остался, в общем-то, здесь. А сам-то он был из Витебской губернии, вот место, откуда родом сам Иван Дементьевич Черский. Это на стыке Литвы, Белоруссии и Польши. Поэтому там такая, видимо, была смесь кровей. Хотя сам Генрих Иосифович, мой прадед, называл себя прусским подданным. Вот так получилось. Ну, а потом он принял, в 1997 году он принял православную веру, стал Иваном Иосифовичем. В последующем оставшуюся жизнь семья Генриха Дугласа прожила в Покровске. В 1898 году Генрих отказался от дворянства и перешел в крестьянское сословие. Служил писарем, а также выращивал рожь. В семье было 12 детей, 6 из которых выжили. Сам Генрих умер в 1926 году, простудившись на охоте. Он был страстным охотником, из-за этого он и не вернулся на родную Витебщину. Кстати, в Якутском краеведческом музее имеется ценный экспонат – «Чучело тигра», который в 1905 году изготовил племянник Черского Генрих Дуглас. История этого тигра тоже очень интересна. 21 ноября в первом эженском роде, в 80 верстах от усть майского селения, вниз по реке Алдану, тунгусами убит тигр с человеческими жертвами. Это был тигр, цамец большого роста, прекрасный в черных полосах шерсти. Пионеры пришли послушать рассказ 108-летнего охотника Захарова. Он убил когда-то этого тигра. Захаров уложил его своим метким выстрелом. 108 лет человеку, а он еще и сейчас на звере охотится. Это Амурский тигр, Манчжуруский хамилы. Вы знаете, замечено, что начинают интересоваться своей родословной, в общем-то, уже поздно люди. И я начал поздно этим заниматься, слишком поздно. Старики уже умерли, вот, как-то так потерялись, фотографии, к сожалению, потерялись. Что я могу сказать? Ну, конечно, могу сказать, типа, ребята, интересуйтесь своей родословной, но это, по-моему, и так очевидно, понятно, да? Я бы хотел призывать людей хранить вещи, которые связаны с предками, фотографии, главным образом. Даже если вы не знаете ни одного лица на этой фотографии, не выбрасываете ее ни в коем случае, сейчас не узнаете, потом узнаете, люди другие узнают, если вы им покажете. Я сам этим, так сказать, все время показываю людям фотографии свои, которые в моей коллекции есть. И узнаю, узнают люди. Иной раз даже бывало так, что, например, мне показывают фотографии и говорят, ой, это, ну, какие-то тут неизвестные. Я говорю, постой, постой, говорю, что значит неизвестные? Это вообще моя бабушка во время того, когда она училась в гимназии. Вот так вот получается, да. Вообще искать фотографии, связанные с судьбами людей, дело кропотливое, монотонное, но очень интересное. Нет-нет, да находишь ценный материал. Ой, не считал, честно говоря. Буквально несколько тысяч, может быть, 5-6 тысяч фотографий. Сегодня как раз вспоминал, сколько я сделал только слайдов, сканов со стеклянных негативов. Вот в Вилюйском краеведческом музее, в Якутском краеведческом музее и частной коллекции. Полторы тысячи только со стеклянных негативов. А уж с фотографий я даже и не считал. У меня нет такой вот страсти накопительской, знаете, прибрать и сидеть на своем злате. Нет. Я как раз собираю эти фотографии для того, чтобы их люди, ну, во-первых, видели своих родственников, узнавали там о них. Вот. И как некий источник для других исследователей. Вот. Так что это все для, можно сказать, для общественного пользования. Я их всем раздаю без всяких условий. Люди обращаются и постоянно в... Я вижу этот интерес на форумах, на всяких генеалогических, в которых принимаю участие. Ну, вы знаете, я, можно сказать, заразил вот этими, так сказать, исследованиями генеалогическими, по крайней мере, несколько своих родственников. И они уже теперь занимаются своими родами, да. У них же тоже есть свои бабушки и дедушки, да. Вот. Они своими родами занимают. Вот, например, у меня есть такая четвероевродная сестра, Тамара Алексеевна Бекренева. Она вообще, она как бы ведет четыре, по крайней мере, рода своих вот этих родственников. Вот. Они, кстати говоря, опубликованы в интернете. Вот. Их можно посмотреть в интернете. При поиске информации нужно учитывать, что все люди вспоминают одно и то же по-разному. Они называют разные годы рождения и имена одних и тех же родственников и предков, путают сословия и населенные пункты. Как правило, не помнят имена и события жизни чужих детей. Но рано или поздно начинает вырисовываться приблизительная картина, готовая для дальнейшего исследования. А когда дело доходит до фотографий, то здесь важна каждая мелочь. Но и тут вас могут поджидать и трудности, и курьезы. В стеклянных негативах часто виднеется то, что на готовой фотографии уже нет. Фотохудожник там убрал лишние детали. А на негативе, значит, оказывается, что... Субтитры создавал DimaTorzok